Обеспеченность в марте 22-го выглядит так. Сахар, доллар, лист А4, даже если без чернила одна сторона. Так же выглядит умение продавать. Целый, чистый, без проколов от степлера лист оценивают в рубль. За упаковку уже 500. И это ниже, чем в магазинах. По дорожанию и, возможно, дефицит дошли и до бумаги. Кстати, актуальная акция. Если вы покупаете одну упаковку бумаги, то ее цена почти 700 рублей. Если же вы покупаете две и больше упаковок, то цена одной повышается сразу почти до полутора тысяч рублей. Причина уже знакомая. Поставщики бумаги, картона и вещества, которые делают листы белыми, перестали работать с Россией. Разрыв цепочек привел к ажиотажу. Правда, в шоке не все. Так, жительница Барнаула, пожелавшая остаться неизвестной, долго искала бумагу для скетчбуков и зарисовок и нашла. Это экологичная серия, известная офисной. Да, не белая, но ставку делать на нее. Она по заявленным характеристикам очень красивого кремового оттенка. Вот это вот то, что у нас австрийская кремовая бумага. Ее можно, в принципе, сравнить с белым цветом и понять, насколько отличается оттенок. Издательское дело тоже попадает под удар, но и здесь есть оптимисты. Писательница Анна Самойлова говорит, что давно ушла в интернет. Там в день ее читает 500 человек. Плюс неограниченный тираж, экономия на производстве и выгода для всех. Книжка на литературной площадке дешевле. То есть у меня книга продается за 119 рублей. И так как у меня статус эксклюзив, у меня книга только там, то 85% от этой суммы – это мой заработок. А издательство хорошо, если там 10 наберется процентов. И книга стоит несколько дороже, покупает меньше. А вот предпринимателям, работающим с кассовыми аппаратами, проблема могут остановить всю работу. Кассовые ленты ведь тоже бумага. Месяца два. Я думаю, технически за это время, может, нам что-то подсоветуют. Или проработают, как дальше работать. Чтобы не останавливать и людей без содержания не отправлять. Я скажу непопулярную вещь, и меня за это покритикуют. Но в большинстве случаев, в сфере малого и среднего бизнеса, кассовый аппарат совершенно не нужен. Однако быстрее, чем отсутствие бумаги, уверен Фридс, мы ощутим последствия, например, для сельскохозяйственной сферы или небольшого производства. Нужны меры поддержки именно прямого характера, как финансового, так и связанные со снижением налоговой нагрузки, со снижением давления на бизнес, именно в сферу малого и среднего предпринимательства, именно в производственный сектор. По его мнению, сейчас нужно выстраивать стратегии для долгого развития, не опираясь на импорт. А что касается бумаги, то все пока в режиме сохранения. Сберечь чистое, перевернуть использованное. Анастасия Дороган, Алексей Ферезин. День с толком.